Добрый день, друзья! Сегодня у нас Nexus LG Nexus 5 и замена тачскрина, точнее модуля экрана с тачскрином. Такая комплектация у меня в данный момент, то есть только экран и тачскрин. Есть комплектации другие, немного поудобнее, вместе с рамкой они идут, то есть вам необходимо будет, грубо говоря, поменять только материнскую плату и составляющие, динамик, камеру и все остальное. Это я вам покажу в следующем видео, а сейчас мы поменяем один дисплей с тачскрином. Достаем сим-карту. Открываем крышку, можно с помощью вот такого инструмента, вот такие вот заточенные лопатки металлические, пластиковые, как вам удобно. Главное не оставить следы. Открываем таким образом крышку. Открываем крышку. Так, с другой стороны. Открываем крышку. Не очень сложно. Сняли крышку. Открываем крышку. Далее разбираем верхнюю панель. Далее разбираем верхнюю панель, соединили. Разъем нашего экрана находится внизу, разъема тачскрина и дисплея. Далее разбираем низ. Внизу у нас находится антенный модуль. Снимаем, оценяем шлейф. Давайте попробуем новый дисплей. Соединили. Включаем, видите, все работает у нас. Всегда проверяйте, прежде чем поставить, чтобы не делать потом двойную работу, потому что бывает такое, что запчасти не очень качественные, присылают. Давайте выключим телефон и спокойно поменяем. аккуратно отсоединяем. Соединяем разъем батареи. шлейф. Далее соединяем кабель антенны. Аккуратно, он очень хрупкий, не оторвите его. Разъем от кабеля соединили. Затаскиваем шлейф таким вот образом. Вот он наш разъем, который мы должны вести себя. шлейф. Склеиваем. И этот шлейф можно, в принципе, снять, чтобы он не мешался. нижний. Включаем термофен. 400-450 градусов вставим. Нагреваем стекло. Нагреваем стекло. Нагреваем стекло. Нагреваем стекло. Недостаточно ощутимо снимаем верхнюю часть. На скотче двусторонним вытаскиваем. Давайте очистим поверхность, к которой будет крепиться новый экран. Продолжение следует... Чищаем от стекла, поверхность должна быть гладкой. Еще раз проверьте, чтобы ничего не оставалось. Вот такая крошка стекла, оставленная на рамке посадочной, приведет к тому, что будут щели. Придется вскрывать телефон снова. Итак, поверхность готова. Берем двусторонний скотч. Очень хороший двусторонний скотч, который у меня нарезанный. Очень удобный, очень сильный. Советую вам. Можно заказать в интернете. Потому что мы пользовались многими. Многие оказались не очень качественными. Или грелись при температуре. Расправлялись там всячески. Вот этот скотч отличается и термостойкостью, и силой. Очень удобный, одним словом. С другой стороны. Очень удобный. Обклеим вверх теперь. Вверх, вниз. 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 Готово. Вставляем, у нас прилип, прилип. Все в порядке, прижимаем. Пожалуйста, все получилось, видите, без щелей, ровно, красиво, ставим на свое место. Нижний шлейф. Антенный камень, еще один. Соединили разъем модуля. Дальше, я думаю, все понятно уже. Ставим антенну. Верхнюю часть. Слот сим-карты. Слот сим-карты, в принципе, можно было не вытаскивать. Это я, когда менял сборный модуль, в сборе который с рамкой, тогда уже надо вытаскивать слот сим-карты. Все, друзья, закрутили болты. Вставляем крышку в свои пазы. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем удачного дня. До свидания.